Взрывная тиша Торрес Взрывная тиша Торрес Взрывная тиша Торрес Взрывная тиша Торрес На регулярной практике доходит до судейского решения Здесь она пытается не позволить перевести себя на канвас Понятно зачем Дерн идет Может быть стоит разорвать дистанцию Торрес Уйти Демонстрирует тиша Торрес контролю клетки Не подключая при этом ноги Часто мы видим как в подобной ситуации боец прижимающий соперника пробивает по бедрам разбивая мышцы Но в этом случае ничего подобного не произошло Ну вот наконец Мы шли они к центру Снова Попытаются в размен На этот раз как раз Торрес идет Идет вперед А Дернкова стартахует Как будто бы поменялись Сами ролями Первые ноги включают Тиша Торрес Но она чаще попадает Причем двукратное превосходство 12-6 Попытка сблизится Не попасть особо не получается удар Не загнать угол Торрес очень она подмежная Постепенно Прикармливает эту левую ногу своей сопернице Торрес Да, лоу-кики у нее проходят Прошли несколько раз Навешивает, навешивает Но главная цель это голова Неплохое сближение Маккензи уже хочет зарубиться Я думаю Торрес будет непрочий Если предложить решить дело в размене Залетает кулак Да, уже не столько силы в нем В момент Когда он достиг цели было Но попытка А здесь получше И еще одна попытка И вот сейчас Нет, не схватила ногу Пытается подхватить Эту правую ногу Доставляющую Своими лоу-киками Неприятности 10 секунд остается Минь уже Хорошо, ноги включают Торрес В том числе и не благодаря этому Пакторуа на первый раунд Торрес взгляд выигран Чем мы ее доставали Говорят в углу Маккензи Говорят в углу Маккензи Ставали прямо Прямым справа Для этого нужно готовить Кочву Левым джетом Прямой правый Нам не повторяют А это был Очень неплохой Оверхенд Это пожалуй Самый качественный Удар Маккензи Дэрн В первом раунде Набросали Девчонки 34-24 Тиша Торрес Была Успешнее Все это Акцентированные Удары Пошел второй раунд Снова на плечке В левом правой Пытается Пробить Маккензи Готовит Готовит Этот удар Заходит С левого джеба Как ртуть Тиша Торрес По ней Попасть Очень-очень Прямо Вот такую Это Неплохо На этот раз Уже к сетке Прижимает Маккензи И Тут же Демонстрирует То за счет чего Она Сопняком Стоит в истории Бразильского Джиу-джитсу Забирается На соперницу Очень неприятное Положение И тяжело Тиши Торрес Которая Сейчас Постепенно Отдает Свою руку И она Никак не может Подключить Другую Будет Выворачивать Не просто Из такого Положения Но учитывая Сложность Ситуации Для Торрес Она Стоит на ногах Единственное Что она Может Прижаться К клетке Да Посмотри Какая сильная Рука Держится Выключена Правая рука Да Обняла Плот На Компания Да Мы о чем Говорим Если Джиу-джитсу Совершенно Элитного Уровня Как Ногами Держится Но это Кимура Вывернет Локоть Еще Немного И Да Вот сейчас Положение Становится Для Тиши Торрес Сложнейшим Не Сдается Маленький Торнадо Никогда Односрочно Не Проигрывала Но Еще Немного И Ей Будет Совсем Тяжело Неужели Она Выйдет Из Этой Ситуации Как Жена Терпит Ох Повисла Рука Но Она Выкрутилась Как Могла Да Здорово Восхищение Рука Там Еще Остается Вот Здесь Очень Важно Чтобы Рефери В октагоне Следил За Ситуацией Потому Что Малейшее Неверное Движение И Травма Может Стать Очень Серьезной Против Внимание Торрес И сама Выключила Правую Руку Сейчас Хорошая комбинация Маккензи Ее Ноги Сейчас Не Позволяют Рассчитывать На Выход На Следующий Сап Но Вот Она Зацепилась За Руку Подсказывает На Треугольник Попробуй Выйти Но Из этого Положения Это Совершенно Непросто Сделать Она Пытается Перебросить Левую Ногу Здесь Не Замкнуть Да Стойкость Тиши Торрес Восхищает А Вот Тут Как Раз Таки Слышу Голос Ее Подруги Которая Кричит Да Ударь Ударь Ее Ракель Пеннингтон Знает Толк В этом Деле Да Да Вот Она Нагается Целая Минута А Вот Это Может Быть Смотри Как Она Воюет В буквальном Смысле За Свою Ступню Любопытные Шахматы Получается Вот Такой Партер Интересен Он Как Минимум Вызывает Живое Любопытство Потому Что Постоянно Происходит Какое Действо Потому Что Это Не Партер Ради Контроля Это Партер Ради Случай Дерн Ради Попытки Привести Болевой В случае Торрес Понятно Защитник И опять Терпит Торрес Она Просто Ждет Когда Этот Злополучный Раунд Закончится Дерн Подключает Руки Но Вывернуть Стопу Так Уже Как И до Этого Локоть Ей Не Удалось Браво Тише Торрес Торрес Попытки Часто Потратил В этом На На Тише Торрес Несмотря Ни на Что Выглядит Вполне Свежий И Бодрый Вот Это Меня Поражает Смотри Гораздо Тяжелее Дышит Макинзи Дерн Гораздо Тяжелее Дышит Макинзи Дерн Хорошо, так скажи «найсо» и «ток». После того, как ты получил ее в тот момент? Она пошла вверх. Она пошла вверх, мы пошли на нее. Она вверх, позволяйте ее прыгать. Крикуй ее ноги, если хочешь, хорошо? Вдох. Скорее всего. Поэтому, в данный момент, нужно сейчас выиграть третий раунд. Топовый полусредневес. Через неделю сойдутся уже в своем втором поединке. Ну, а мы к заключительному раунду. Маккензи Дерн против Тиши Торрес. Надо сказать, что рука не висит. На ногах стоит уверенно Торрес. А это значит, что, выжив в предыдущем раунде, она какие-то очевидные повреждения не приобрела. Нет, героически совершенно она защищалась в предыдущем раунде. Сейчас ей важно быть лучше и не пустить в борьбу Маккензи Дерн. Перевороть ее. Задача. Скажу не по сильному. Все возможно. Мы имеем дело с профессионалами высокого уровня. Но один сабмишен в карьере Торрес все же есть. Куда интереснее, сабмишивали кто-нибудь когда-нибудь в Маккензи Дерн. А вот это правильный вопрос. Этого никогда не происходило. Своих два боя она проиграла по решению. Правда, оба случая были единогласными. Вместе с Торресом. Повторая минута больше уже прошло. И Дерн пока фактор по стихе. Маккензи не успевает просто с быстрыми ногами Торрес справиться. Она постоянно уходит от атак. И хорошо встречает как раз ногами, не давая подойти к себе. А здесь пошла Маккензи на сближение ради ноги. И она понимает, что если окажется в паре с Торрес на конвасе, у нее есть преимущество. И она будет им пользоваться. Торрес пытается не позволить себя подсечь. Будет, будет тейдаун. Но тут же как отвечает, контратакует Тиша. Но она, конечно, молодец, большая. Только как Джексон Вилли восхитился этим спином в корпус так же. Снова мы видим тот же самый. Никаких упреков. Ни в коем случае Валерес Маккензи-Гердена. Снова мы видим ту самую ситуацию, о которой мы уже говорили. Вроде бы один из бойцов одна в данной ситуации. Тейдаун провела. Но на протяжении всего этого отрезка лучше была Торрес, на мой взгляд. И в том, как она защищалась, и в том, как она контратакала. Меньше двух минут до завершения этого боя. Если, конечно, дойдет до судейского решения, пока все в эту сторону направляется. Торрес очень много уже лоу-киков нанесла. Дерн пытается сблизиться. Оверхенд. В первом раунде он неплохо доставлял. Вранила соперница Тиши Торрес, но в борьбу, разумеется, не пошла. Кстати, ни один из тейкдаунов не был защитным. Пять попыток у Маккензи. Даже предыдущий не был защитным. Да, в статистику его не внесли. Оказалось, все-таки. Тейкдаун был достаточно активен. Подсечка. Огон на спину. Потом, правда, пунктик мотратака. Встречают в углу Тиши Торрес, радуются. Вот и там читают, что Тиши побеждает. Пожалуй, я с этим согласен. Не сумела Маккензи сблизиться в заключительном раунде. Если бы ей это удалось. Могла завоевать она победные преимущества. Но, ты знаешь, тоже относительно. Тиши Торрес отбегала вокруг да около. Да, работала лоу-киком. Вот та самая девочка, ради которой ушла Маккензи в декретный отпуск непродолжительный. Но обе, поднимая руки, демонстрируют уверенность в своей победе. Это выглядело шикарно. Во втором раунде, сомнений никаких, Маккензи добилась превосходства. Общие впечатления и баллы от судей. Каков итог? Ну вот, если бы что-то подобное Маккензи сумела провести в третьем раунде, я бы отдал ей итоговый перевес. Предпочтение. Так сказать, со своего угла обзора. Ну что ж. Осталось дождаться. Я думаю, что все-таки сплит диссиджон в пользу Тиши Торрес. Кстати, Ракель Пеннингтон, подруга Тиши Торрес, сегодня обновила рекорд по количеству боев. Теперь у нее 14, у Аманды Нуньес на один бой в UFC меньше. Ну, правда, Нуньес уверенно... 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 Продолжение следует...